С 15 октября по 14 ноября в России проходит перепись населения. На протяжении этого времени собирается информация о социально-демографических характеристиках и жилищных условиях людей. Ответить на вопросы предлагается и копейчанам. Сбором материалов занимаются переписчики. Они должны иметь при себе фирменную атрибутику. Будет вот такой вот портфель переписчику выдан. У него специальное удостоверение с собой. Он может также носить с собой паспорт для предъявления личности. Вот такой вот жилет будет на переписчике. Шарф, перепись населения. И у нас нововведение. У нас в этом году перепись проходит в электронном формате. Каждому переписчику выдан цифровой планшет. На нем будет находиться весь список помещений, которые ему необходимо будет пройти. И данные будут оперативно сразу передаваться в Москву. Есть три способа переписаться. Дождаться переписчика дома. Дойти до ближайшего стационарного участка, а их в Копейске 41. Или через портал госуслуги МФЦ. Но есть нюанс. При удаленном варианте человеку выдадут специальные коды о прохождении. Все равно придется переписчика пустить к себе домой. И показать QR-код или 13-значный номер для того, чтобы перепись зафиксировался. Этот человек попал в базу. Потому что когда он переписывается на госуслугах, стационарном участке или даже будь то МФЦ, переписчик к нему все равно придет. Потому что человек будет считаться переписан на момент, когда к нему уже зайдет переписчик. В Копейске переписчиками стал 261 человек. Участникам задают 32 основных и 8 дополнительных вопросов. Некоторые из горожан уже прошли опрос. От результатов переписи зависит экономическое развитие нашей страны, наше будущее. То, о чем мы мечтаем о новых школах, о новых детских садах, о новых дорогах, автомобильных магистралях и так далее. Об этом можно долго мечтать. Но если наш Росстат не увидит, что в определенной местности есть в этом необходимость, то этого и не случится. Переписчику не нужно предъявлять документы, делиться паспортными данными, сообщать об уровне дохода и разговаривать на другие чувствительные темы. Вся информация, по словам организаторов, обезличена. И по ней нельзя будет установить, о каком именно человеке идет речь.